Привет, друзья! С вами я, Виктория Ус, и вы на моем канале «Испания. Жизнь с нуля. Трансформация». Сегодня у нас спецвыпуск после форума. Я иду на встречу Евгению. Хочу взять у него интервью, как говорится, о теории к практике. Вот так, если мы летим с тобой будем. Друзья, ну вот у нас с вами сводит прекрасная встреча с Евгением. Евгений один из организаторов нашего форума. Мы его так снимаем с поддатов, потому что это все на АТОЧе, на станции метро, на железнодорожной станции. Евгений, кто тебя не знает, представься, пожалуйста, для моих зрителей и подписчиков. Всем добрый день, меня зовут Евгений. Я организатор и организм форума, проведенного в Мадриде. И вот Виктория успела меня застать в последние 15 минут отъезда из Мадрида, чтобы провести следующую ревизуну в Благодаре. Вот, ребята решили прогуляться, пока этих 15-10 минут, потому что люди ходят. А в прогулочке более интересные, вам более живое видео. Женя, расскажи, пожалуйста, чем именно ты занимаешься, вот твой основной вид деятельности в жизни? Основной мой вид деятельности – это перевод бизнеса в онлайн. Это создание, модификация, изменение сайтов, проектов и их продвижение. Начинает бизнес, либо его имеет, с целью повышения знаний, обмена контактами и всего. Женя, подскажи, пожалуйста, почему, откуда вот взялась идея организации «Наш форум», «Наш бизнес форум», вот так? Идея организации прислана именно с организацией нашего клуба, нашего бизнес-клуба. Почему «Наш»? Это слово понятное «русскоязычный», «Русскоязычный» – это форум для русскоязычной публики, бизнесменов, начинающих бизнесменов, а также тем, кто только планирует стать целью повышения знаний, обмена опытом, контактами. Смотри, ну ты говоришь русскоязычная публика, все хорошо, но у нас вчера тоже были заявлены и спикеры, которые были разговаривали на испанском языке, у нас были спикеры из Украины, России, Финляндии и Испании. Как бы можно сказать, это был уже международный форум? Можно назвать его международным, но, безусловно, он наш, потому что даже когда выступали испанцы, был перевод на русский язык. И почему были приглашены испанцы, просто они на самом деле эксперты в своей области. А ты, кроме того, что ты участвовал в организации, расскажи о том, какая была, о чем был твой мастер-класс? Моя непосредственная степень участия вчера, кроме организатора, конечно, была в роли спикера и также проводился в мастер-класс. Тема была основная – это натуральное позиционирование, сел и реклама. Ну что, ребята, наконец-то мы нашли спокойное место, чтобы записать интервью. И скажи, расскажи, пожалуйста, вот ты участвовал много в разных форумах. Первый раз ты зашел в форум как организатор. Какие у вас были ожидания от этого форума? Что вы ждали, к чему пришли? Вообще остался ли ты доволен форумом? И немножко о тематике форума. Безусловно, это был наш первый форум. И, конечно, было много волнения, что получится, как мы будут идея и достигнуть результат. Форум был организован для принимателей, для предпринимателей. Как ты могла видеть присутствующие эти темы. И по впечатлениям я считаю, что мы не просто классно организовали такую программу. Мы очень довольны. Мы видим море отзывов, включая твое видео. И я еще подчеркиваю, что мероприятие прошло классно, на высоте. И, конечно, есть к чему стремиться, улучшать, совершенствовать. Потому что в следующем мероприятие уже более обширное, более глобальное. Больше и по времени, и по продуктивности. Я тебе скажу, что, знаешь, вроде бы мы заняты были целый день. Я приехала пораньше. И, ты считай, мы разошлись практически где-то около 11, около 10 вечера. Это достаточно поздно. Вы просто не могли наговориться после форума. Настолько было много впечатлений, эмоций. Это был мозговой шторм, наверное, понравилось. Так сказать. Я считаю и вижу, это был достаточно продуктивный, бродой над водкой. Например, что люди общались на самом деле, делились опытом, знакомились, обменивались контактами. Да, мы разрывались, чем мастер-класс посетить. Когда был мой мастер-класс, я сам хотел посетить другого человека. Но, конечно, контакты есть и обязательно свяжутся. Возьмите, просто перебью тебя, извини, между прочим, у вас прикольная классная афишка, которая мне понравилась, чтобы потом полностью все презентации отправлять на электронный адрес всех спикеров, кто участвовал в форуме. Вообще, туда, кому что нужно, чтобы подчеркнуть, если ты спокойно дома потом просматриваешь еще всю информацию. И, например, есть контакты всех спикеров, кто куда-то чему стремится. Вот, мы с Женей тоже, думаю, еще поработали не один раз. Первый раз я с тобой общалась, ну так в двух словах. Сейчас нету времени, чтобы сделать это все обширно. Просто я вчера себе так думаю, так, в любом случае надо с тобой поговорить. Потому что от мыслей, от идей к действию. Отдельная связь, которую я хочу сказать, что ты успела меня достать до отъезда и не хочется уезжать из Мадырды, как обычно, но есть в договоре на нем работы. Я считаю, что цель достигнута, есть над чем работать и идти вперед внести. И очень рад, что ты с нами, ты приезжаешь наше мероприятие, поддерживаешь и помогаешь. Я скажу со своей стороны, что я благодарна вам за организацию таких мероприятий, потому что для меня, для блогера, это огромнейшая ниша общений. Плюс и как самой развитие, и как показать людям, что можно быть в другой стране, начать свой бизнес, найти друзей, единомышленников, быть в социуме. Конечно. Как-то могла заметить, что люди были именно заинтересованы, то есть предприниматели, либо кто хочет стать, чем-то запутался, выяснить и пополнить свои знания. И была заинтересована, потому что было тоже очень приятно видеть, потому что люди реально общались, люди просто слышали, задавали много вопросов, знакомились и стекали свои цели, комиссии. Благодарю тебя тоже, спасибо тебе огромное, что делили мне время, что, скажем так, ты мог сейчас спокойно отдыхать, но нет, ты со мной, даешь мне интервью. Это многое, чего говорит о тебе, как о человеке, как о профессионале. И, ребята, все контакты, все ссылочки на твой Facebook, да, ты больше пользуешься Facebook. Ну, оставим сейчас все нужные контакты, да, дальше. Все, все полностью, все в описании, проходите в описании. Я думаю, что это будет ни первая, ни последняя наша встреча. Конечно, конечно. И была рада видеть тебя. Жду новых, новых форумов, новых свершений. Угу. Ну, условно, спасибо тебе, Алина Виктория. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Если вам было интересно, обязательно не забывайте ставить лайки, если вы просто зритель гостя моего канала, тогда подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Все только интересное, бизнес Испания, коучинг, трансформация, Испания, жизнь с нуля, трансформация. С вами была я, Виктория Уст. И меня Слав. До скорых встреч. Пока-пока.